Герой встречи Даниил Мазоль. Юноша имеет диагноз ДЦП, но вопреки всему, тяжелому недугу и прогнозам пессимистов, он невероятно талантливый, любознательность и тяга к новому, его вечный двигатель. Ему интересны абсолютно все аспекты жизни. Он впитывает, размышляет, ну а потом пишет. Пишет замечательные книги о людях, животных, взаимоотношениях в мире, о смысле жизни, путешествиях и психологии. Именно человеческое общение это то, что его захватывает. О настоящей дружбе, о верных друзьях, о взаимоотношениях, о помощи, если там что-то пойдет не так. Как ты считаешь, что с мамой в голове это начало? Семья. Это действительно так. Семья сыграла немаловажную роль в жизни молодого человека. Окутав заботой и теплом, родители и сестра ежедневно помогают Даниилу развиваться в творчестве. Он сам печатает свои рассказы на ноутбуке, а мама помогает ему. С мамой постоянно гуляют, то есть он катается на велосипеде, либо ходит с ходунками. И они просто рассуждают о жизни, какие-то ситуации анализируют. И мама ему, например, подсказывает, вектор просто направления не пишет ручкой, но он печатает на компьютере. Но сам, то есть мама может просто посмотреть какие-то орфографические ошибки, но такого, чтобы мама написала, нет. Такого нет. То есть это действительно его только мысли. Истинным подарком за труд Даниила стала новость о том, что пять экземпляров второй части его книги в единичном экземпляре будут храниться в Национальной книжной палате Беларуси, Национальной библиотеке Беларуси, Министерстве информации Республики Беларуси и других. Это большой шаг для столь юного человека. Он очень мечтает стать спасателем. И в каждом своем произведении он кого-то спасает. Сегодня свет увидела новая книга нашего юного писателя. Это уже не маленькие сказочки, которые были в первой книге. Это уже большие, серьезные произведения. Но я думаю, тоже они будут проникнуты такой же теплотой и душевностью, как и в первом издании. Мы очень рады, что он приезжает к нам в библиотеку, принимает участие в наших мероприятиях. И таким образом, когда особый ребенок и здоровый ребенок приходят к нам в библиотеку, стираются эти грани. Ты особенный ребенок, а ты обычный ребенок. Поэтому давайте это будут разные мероприятия. Нет, у нас за одним столом в одном зале всегда сидят все дети. Все дети равные, все дети замечательные, хорошие, талантливые. Впереди у Данила большой творческий путь. Совершенно точно еще не раз книги, написанные им, увидят свет. Очень точно сказал когда-то Максим Горький. Талант развивается из чувства любви к делу. Возможно даже, что талант в сущности и есть любовь к делу, к процессу.